приветствую вас друзья лисперы как всегда начинаем очередное занятие с разбора домашнего задания домашнее задание было не слишком сложным построить список чередующие элементы двух заданных списков если один из списков заданных короче другого то хвост более длинного нужно отбросить принципе эта задача решается достаточно легко вот я покажу вам ее решение а вы можете те кто выполнял домашнее задание можете сравнить с тем что получилось у вас назовем нашу функцию zip не будет два параметра x и y функция будет рекурсивный как вы знаете рекурсию мы начинаем с терминальной ветви то есть с той ветви конструкции кант которая выводит наше управление из рекурсивного цикла когда же нам нужно будет прервать вычисления когда один из список станет пустым вот и запрограммируем это дословно виноват кон первый раз употребим конструкцию ор если список x пуст или пуст список у то в этом случае наша функция возвращает нил и больше ничего делать не нужно в противном случае мы должны взять один элемент очередной элемент списка x очередной элемент списка y и собрать их в правильном порядке и пределать эти элементы началом первым и вторым элементом в список результат а хвост этого списка будет вызов нашей функции на хвосте списков x и y вот я это проговорил словами а теперь воплощаем это в код приделываем сначала кар x к списку который получается приделыванием кар y к вызову нашей функции zip на хвосте x и хвосте y так конс конс т конс дефу вот набрали эту функцию и теперь давайте проверим проверим как это будет работать возьмем список каких-нибудь символьных атомов ну например так а в качестве второго списка возьмем числа и и пусть он будет даже длиннее выполняем и убеждаемся что наша программа работает правильно можете набрать этот код и потестировать его дома можете набрать этот код в онлайн компиляторе будет работать точно так же кстати если интересно подумайте что изменится если вот в этом месте мы кдр и грек поменяем местами с кдр икс вот эти два кдр поменяем местами подумайте что при этом получится домашним заданием покончено мы закрываем среду лист по сегодня нам больше не понадобится потому что у нас будет такое обширное теоретическое занятие все примеры я вынес презентацию там крупнее текста они легче видны а вы можете выбирать у себя вашей в любимой вами среде разработки и проверять тестировать сколько угодно теперь мы переходим в powerpoint и разбираем первую тему локальные переменные вот я предлагаю вам вспомнить нашу предпоследнюю функцию последняя функция наша была zip который вы только что написали а вот предпоследняя вчерашняя была функция которая строила множество всех подмножеств конечного множества вот я вам ее еще раз написал и обратите внимание красным я на этой презентации выделил то что эта функция дважды вызывается на хвосте списка с но у нас другой возможности нет потому что этот хвост нам нужен дважды один раз сам по себе а другой раз для того чтобы в каждый к каждому его элементу каждому списку составляющему этот результат добавить недостающий элемент но это довольно обидно потому что произойдет двукратное вычисление одного и того же совершенно очевидно что код будет работать но несколько медленнее чем мог бы вот если тут код запустить включить трассировку у нас я не стал этого делать вернее я это сделал но я просто не показываю потому что очень объемный будет вывод и просто руками посчитать количество вызов функции all subsets то вот вот что получается если мы берем всего-навсего трехэлементное множество из трех элементов у нас получится 15 вызовов all subsets 15 хотя у трехэлементного множества всего восемь подмножеств но согласитесь что это довольно обидно программа то работает правильно но слишком она нерациональна как можно было бы избежать повторного вычисления как мы избегаем повторного вычисления в обычных языках программирования в императивных в паскале в си ну как вводим переменную это можно сделать и в лиспе вот пример это этой же функции которая вычисляет под множество вызывает функцию all subsets на хвосте списка с и результат присваивает локальный переменной ss а потом это локальная переменная используется дважды но это уже не вызывает ее перевычисления вот тут показано как я тут написал локальной переменной которая живет ну я имею ввиду она действительно можно сказать живет хотя переменной конечно не живой объект она существует в момент выполнения конструкции лет и при выходе из конструкции лет она исчезает но такие переменные называются локальными точно так же как и в любом языке программирования если теперь эту функцию вызвать включить трассировку и посмотреть сколько будет вызвав all subsets то мы увидим что их количество ну скажем так значительно уменьшится причем уменьшится очень радикально в хоум лиспе есть две системные функции которых кстати нет в большом настоящем лиспе я их ввел в ядро хоум лисп исключительно для цели обучения функция stat и функция unstat при включении функции stat каждый вызов ядра лиспа каждый цикл репл если вы помните что это такое собирает статистику а вызове всех функций которые в процессе вычисления вызываются начиная от самых глубоких встроенных типа каркадер кодз и кончая функциями написанными пользователем вот если включить статистику и выполнить старый код и новый код без трассировки без трассировки а просто в режиме статистики то мы увидим вот такую картинку при старой статистике действительно возникает 15 обращений к функции all subsets ну и соответствующее количество вызовов кар конс кдр элт и тому подобного в том числе по 34 раза вызывается конд и нал в новой статистике все становится радикально другим в частности функции all subsets вызывается всего четыре раза ну и количество остальных вызовов тоже очень заметно снижается ну примерно я так сейчас сделаю примерно в два примерно в два раза даже иногда больше чем в два раза вот что дает использование локальных переменных ну а теперь общий вид конструкции лет который позволяет эти локальные переменные создавать вот на этой картинке показано как создавать локальные имена имя 1 имя 2 многоточие имя n вот нужно все эти имена превратить списки и список еще заключается в общие объемлющие скобки которые меня выделены красным вот эту структуру нужно обязательно соблюдать это так положено таков синтаксис этой этого предложения лет как он работает при выполнении этой функции вот ну этой конструкции лет создается атому имя 1 присваивается значение 1 атому имя 2 на время существования лет присваивается значение 2 ну и соответственно сколько бы ни было этих имен символов столько будет и присвоение а вот тело этой конструкции форма 1 форма 2 форма n это то ради чего создаются эти локальные переменные они могут в теле в теле конструкции лет все эти имена могут участвовать они будут иметь значение и они могут участвовать в вычислениях после того как форма будет вычислено полностью лет конструкция то ведь та же форма она при вычислении придет тому что все временные перемены исчезнут тут правда есть одна тонкость вот посмотрите на эту конструкцию здесь я определяю переменную x присваиваю ей 111 а потом присваиваю определяя переменную y локально и ей присваиваю 2x 2 умноженное на x но я надеюсь что игрек будет равен 222 222 но это не так здесь такое вычисление вызовет ошибку дело в том что x и y они в тот момент когда когда лет начнет вычислять игрек нужно чтобы x уже имел значение а x и y они создаются одновременно и в тот момент когда создается игрек значение x еще не определено несмотря на то что они записаны последовательно а создаются они одновременно поэтому вот эта конструкция вызвать ошибку но если такая необходимость есть чтобы определить одну локальную переменную через другую то для этого есть конструкции лет звездочка вот в этом случае переменные будут создаваться последовательно и соответственно эта конструкция будет работать она не вызовет ошибки здесь все будет хорошо вот мы рассмотрели создание локальных переменных а теперь давайте рассмотрим обширную тему которая называется цикл мы с вами до сих пор избегали явного присвоения вот только конструкция лет делает но такие я бы сказал не явные присвоения она фактически присваивает значение переменную но делает это так сказать за кадром функция сетки умы еще ни разу не использовали а для там для циклического повторения кода мы использовали только исключительно рекурсию но я вам обещал рассказать что кроме рекурсии есть еще итеративный подход циклы и в лиспе есть циклы причем я бы сказал цикла в лиспе на любой вкус редко какой язык может похвастаться таким обилием циклических конструкций как лисп кстати сказать в общем и си и и java и тем более питон просто отдыхают вот первый цикл который сам один из самых простых циклов в лиспе конструкция ду лист а вот как она записывается после атома ду лист в скобках записываются четыре символа ну первый символ это переменная цикла это должен быть атом второй символ это список по этому списку будет осуществлен пробег а последний последнее на 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 месте последнего может быть выражение которое будет который будет результатом всего ду листа каждая ведь каждый вызов функции в лиспе должен вернуть какое-то значение хотя бы формально вот результат 3 параметра списка ду лист и есть результат ну а дальше идет я обозначил это место какие-то действия здесь любое количество форм которые то есть из выражений которые вычисляются которые могут быть вычислены одно так одно несколько так несколько они вычисляются что здесь происходит сначала создается переменная а автоматически нам нам это так сказать ничего не стоит и дальше она начинает последовательно принимать значение сначала первого элемента списка потом второго третьего и так до тех пор пока список не будет исчерпан при каждом значении а выполняются вычисления и эти вычисления могут задевать форму результата а могут и не задевать это зависит от программиста если на месте результата стоит константа то это константы и вернется как результат ду листа а если на месте результата стоит какое-то выражение то соответственно но будет вычислено и функция вернет результат вот посмотрите на суммирование списка то что мы делали рекурсивно а вот теперь суммирование списка это первый кстати пример из явного использования сетки плохой функции но иногда можно ее тоже использовать суммирование списка что здесь происходит это функция устроена тоже не сказать чтобы сильно сложно мы заводим локальную переменную с и кладем в нее мы потом заводим цикл ду лист при этом переменная а пробежит нам весь список лст сколько в нем элементов нам знать не надо это все знает ду лист и она все обеспечит и на каждом витке цикла мы к переменной с прибавляем значение очередного элемента списка потом переменная с ну точнее значение этой переменной возвратится как результат применяем нашу функцию к списку раз два три 4 5 и получаем правильный ответ 15 вот вам суммирование списка в таком в циклическом императивном стиле с явным присвоением другая функция ну это некий аналог цикла for повторение на раз она называется ду таймс она очень внешне похожа на ду лист но только на втором месте в списке стоит уже не список по которому выполняется итерация а стоит ну в общем форма там может быть выражение может быть константа который задает количество повторений переменная и тоже автоматически создается и она начинает принимать значение 0 1 2 она начинает с 0 а не с единицы до n минус 1 а общее количество витков естественно получается n от 0 до n минус 1 значит опять таки вычисление тела ду таймс может содержать может задевать форму результата ну если если это происходит то соответственно результат будет зависеть от количества повторений цикла и от каких-то других факторов но если мы на месте результата поставим ну скажем сам определенный атом константу или что-то еще то соответственно это константы будет как будет возвращаться как результат вот пример смотрите что мы тут делаем заводим цикл на 10 витков и внутри цикла печатаем значение и и значение 2 и плюс 1 обратите внимание это первый пример когда мы явно печатаем до сих пор нам результат вычисления наших функций печатала ядро лиспо цикл реп но есть набор функций которые позволяют и вводить данные ну мы до этого дойдем и печатать вот функция print line печатает переводит свой аргумент в строковую форму пригодную для печати и печатает его с переходом на новую строку ну соответственно видно как меняется и и как меняется 2 и плюс 1 и это очередные целые числа от 0 до 9 а всего их 10 а 2 и плюс 1 у нас получается очередь последователь нечетных чисел 1 3 5 7 9 и так далее обратите внимание что в качестве результата я использую а там ок ну от окей но он возвращается как результат ну вот это такой прием который в листке довольно часто применяется вот вам цикл ду таймс есть еще одна интересная конструкция тут надо сказать несколько слов есть конструкция луп конструкция луп это самый простой бесконечный цикл выглядит он так а дальше набор форм в которых могут быть любые вычисления если не предпринять никаких действий то цикл будет длиться бесконечно то есть вот эти вычисления будут сначала до конца повторяться 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 вы можете спросить а какой прок от такого бесконечного цикла ну от бесконечного цикла прок есть потому что некоторые в некоторых случаях он весьма полезен например при ожидании нажатия клавиши мы не знаем сколько раз нужно прокручивать цикл чтобы дождаться пока пользователь нажмет какую-то клавишу тут как раз нужны бесконечный цикл так что в программировании они встречаются особенно в системном они встречаются достаточно часто но из бесконечного цикла нужно уметь выйти оказывается для этого имеется специальная функция она называется риторм возврат что она делает она разрывает бесконечный цикл и возвращает результат который является параметром риторма функции риторм должен быть один параметр значит этот этот параметр вычисляется и значение параметра функции риторм возвращается как результат всей конструкции в данном случае результат всего цикла вот вам пример на ту же тему как организовать этот цикл который мы уже делали с помощью good times как организовать его с помощью бесконечного цикла смотрите что мы тут делаем поскольку луп никаких локальных переменных для нас не заводит то мы вынуждены сделать это сами вот мы заводим переменную и присваиваем ей 0 дальше входим бесконечный цикл печатаем и и 2 и плюс 1 в виде одного списка со скобками увеличиваем и на единицу и проверяем если и стало больше 9 то возвращаем ок вот этот пример с точки зрения вычислений полностью эквивалентен примеру с ду таймс и результат естественно получается такой же вплоть до вплоть до возвращаемого значения кроме того в большом лиспе настоящем есть циклы ду и ду звездочек они есть и в хоум лиспе я их реализовал это очень мощные циклы у них заложены в них заложены большие возможности но там они настолько тяжелы для восприятия что я вот в таких курсах их обычным студентам и вам решаю не давать потому что за короткое время в них что называется въехать довольно тяжело поэтому в нашем курсе мы их опустим но желающие могут заглянуть в книги они циклы ду и ду звездочка есть и и в коммунисты есть в моей реализации вы можете заглянуть документацию по хоум лиспу а можете заглянуть хорошие книги например книгу пола грэма там цикл ду подробнейшим образом описан ну и чтобы уж не возвращаться к этому дважды я хотел бы сказать еще вот что цикл луп который мы только что рассмотрели в полном common лиспе это довольно мощная конструкция тоже в которой много дополнительных параметров в хоум лиспе цикл луп голенький он обеспечивает только бесконечный цикл никаких дополнительных параметров у него нет просто в хоум лиспе я реализовал другой итератор который называется итер он по мощи не уступает луп ну мне нравится несколько больше поэтому мы его рассмотрим сейчас в следующем шаге а пока я думаю на этом мы можем остановиться а потому что мы прошли достаточно большой кусок впереди у нас еще цикл и так он это довольно объемный материал мы его с вами разберем на следующем шаге а пока пришло время прерваться и немного отдохнуть